Эту тему подробнее обсудим с российским оппозиционным политиком Дмитрием Гудковым. С нами на связи Дмитрий. Приветствую вас в эфире Freedom. Да, приветствую вас. Прежде чем мы подробнее поговорим о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна, давайте определимся с терминами. Все мы помним еще со школьной скамьи такое определение, как страны-оси. Сейчас, что в принципе означает этот термин «ось» зла и какой смысл мы сегодня в него вкладываем, глядя на сотрудничество Москвы с тем же Ираном, Северной Кореей и другими странами? Я думаю, что на самом деле этот термин несколько устарел, потому что по большому счету то, что в мире происходит, это борьба, прогресс и архаик. Значит, архаик — это не только террористы, но это и авторитарные режимы, диктатуры, которые сегодня пытаются бороться с демократиями. И мы видим то, что происходит в Украине, это попытка архаики в лице Путина разрушить демократию в Украине, разрушить Украину как страну. Далее мы сейчас видим столкновение тоже двух цивилизаций на Ближнем Востоке. И очевидно, что близкие по духу режимы объединяются. Поэтому сегодня Путин вместе с террористами, Путин сегодня вместе с Северной Кореей, Путин сегодня вместе с разными диктаторами, потому что ты не можешь занять какие-то лидирующие позиции в мировой экономике без развития технологий, без развития разных отраслей экономики. А это можно сделать только в нормальных демократических странах, где есть свободы, где есть свободы предпринимательства, свободы слова и так далее. Поэтому архаика в силу характера этих режимов всегда будет отставать, всегда будет проигрывать. Поэтому единственный способ сегодня догнать лидеров – это торговля нестабильностью, это торговля страхом, это попытка сегодня решать разные проблемы военным способом. Поэтому мы сегодня и видим, как вот эти страны сегодня используют угрозы применения в том числе ядерным оружием для того, чтобы как-то свои позиции в политике, в геополитике сохранить. Поэтому, конечно, в данном случае и речь идет о странах, которые сеют зло, войны, разрушения. И сегодня и Северная Корея, и Иран, и российский режим, и также и Хамас, и Избалая – все они оказались в одной лодке. Поэтому они пытаются сотрудничать, пытаются друг друга поддерживать. И я думаю, что мы это будем наблюдать дальше. Мы понимаем, конечно же, что было в свое время общего у Муссолини и Гитлера, например. А у вот этих всех стран, которые вы сейчас перечислили, что у них общего, что их объединяет? Несменяемость власти. Вот это самое главное. То есть все, что они делают, это ровно для сохранения своей собственной власти. Путин, подчеркиваю, 24 года уже власти находится. 24, да, и он еще хочет на 12 лет переназначить. Сначала на шестилетний срок, в марте у него такие планы, потом в 30-м году еще на один шестилетний срок. То же самое с Кинчанином, то же самое, Хамас, посмотрите. Все эти режимы, всех их объединяет ненависть к гражданским правам, ненависть к демократии, потому что демократия – это смена власти. И эти режимы не хотят никакой смены, они хотят себя законсервировать, хотят вечно править. Поэтому они, естественно, будут враждебно относиться к прогрессивным странам, к демократическим странам, потому что демократия – это не только технология и развитая экономика, демократия – это еще сменяемость власти. Поэтому вот она, эта борьба и продолжается. И, к сожалению, мы видим сегодня, что ООН просто утратила свою роль как организация. ООН, которая не замечала, например, трагедии в Украине, но сегодня рапортует и принимает решение против прав Израиля защищаться от террористов. При этом не называя ХАМАЗ террористической организации. И мы оказались, скажем так, в новом времени, где система сдержек не работает в мире, где организация Объединенных Наций, которая должна сдерживать войны и конфликты, не справляется с этими задачами. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, наверное, мир будет думать либо о том, как реформировать ООН, либо о том, как создавать новую систему международной безопасности. И вот на форумах, в которых я принимал участие, это ПИС-форум в Нормандии, сейчас будет тот же самый форум в Париже. До этого была большая конференция по безопасности в Мюнхене. В целом уже идут дискуссии о том, а как в будущем предотвратить войны и конфликты, как сделать так, чтобы на планете больше не было ядерного оружия. Я думаю, что это сейчас главная, на самом деле, повестка у, по крайней мере, развитой части планеты. И тут, знаете, Дмитрий, возникает вопрос вообще, да, как это все получилось. В мир, получается, что прозевал формирование вот этой оси зла? Мы сегодня можем как-то говорить о том, как она начала формироваться современная? Слушайте, ну, про террористов все понятно, а с Россией, конечно, прозевал. Вспомните, сначала война в Грузии, никакой реакции, да, потом аннексия Крыма. Какие-то санкции, которые, на самом деле, ни на что, ну, сильно ни на что не повлияли, но при этом Запад продолжал сотрудничать с путинским режимом, покупать газ, нефть, торговать, да, бизнес as usual. Вот, в итоге это все привело к тому, что Путин, который, так сказать, зарабатывал огромные деньги на продажу углеводородов, он теперь решил организовать самую настоящую полномасштабную войну. Раньше он ввел гибридную с 2014 года, теперь полномасштабную войну, и понятно, что у России сегодня достаточно ресурсов, чтобы в том числе каким-то образом поддерживать вот эти страны оси зла, да, обмениваться. Там Северная Корея будет сейчас поставлять какие-то оружия, да, взамен на технологии, то, что есть в России. То же самое, я думаю, сотрудничество наверняка идет с Ираном и с другими очагами вот этого терроризма. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Китай занимает, конечно, немножко другую позицию. Китаю выгодно вообще всем, что на планете происходит с целью ослабления позиций Запада и Соединенных Штатов Америки. Но я думаю, что Китай непосредственно сам не готов пока развязывать войны, хотя ситуация с Тайванем, она достаточно, ну, скажем так, вызывает серьезные опасения в западных странах. Поэтому Китай наблюдает вообще, можно ли что-то решать с помощью силы в 21 веке или нет. И наблюдает за тем, что происходит в Украине, будет ли наказан Путин, да, будет ли вообще зло наказано или можно делать все, что угодно. Поэтому здесь Китай, я думаю, что чуть позже сделает свои выводы. Вот тут тоже еще один важный вопрос, как мир реагирует на вот эти новые все вызовы. Ведь я думаю, после того, что произошло в Израиле, уже ни у кого не осталось просто сомнений, что происходит. Ну, и мне так тоже казалось. Да, а казалось, что казалось, как в том самом анекдоте, понимаете. Огромное количество людей, вроде бы даже не глупых, умных людей, которые неожиданно занимают сторону Палестины. Я, честно говоря, не понимаю. Даже не Палестина, а Хамас. Потому что все-таки Палестина и Хамас это разные немножко, да, юрисдикции. Хамас это... Дмитрий, да, извините, но мы все-таки говорим сейчас о более общих вопросах. Вот сейчас, Настя, вот этой самой оси зла. Россия, Иран, Китай, возможно, Северная Корея. Ну, вся эта ось зла, это, так сказать, это те страны, которые отказываются жить по демократическим правилам. Вот, а дальше как они уже будут... Любая диктатура, да, она рано или поздно заканчивается войной и революцией. Ну, то есть противопоставить что-то сейчас мир не может, мировое сообщество вот этому новообразованию. Я думаю, что может, конечно, Запад противопоставить, но для этого нужны правильные, точные санкции, которые основаны не на эмоциях, да, а на холодном расчете. Потому что то, что мы сейчас наблюдаем, вот те санкции, которые введены против России, они... Ну, вы же видите, они не работают. И почему они не работают, мы об этом неоднократно говорили в ваших эфирах. Делать нужно все для того, чтобы выкачивать из России, так сказать, и человеческий капитал, да, и деньги, чтобы они не работали на войну. Но, к сожалению, санкции, наоборот, загоняют и капиталы, и людей, так сказать, под крыло Путина, где он их контролирует. Поэтому еще настало время просто каких-то умных, правильных действий. И эти действия должны основываться на мнении профессионалов и экспертов. И, опять же, возвращаемся к историческим параллелям. В одной из важнейших речей в истории человечества «Время выбирать» Рональд Рейган, тогда еще кандидат в президенты США, сказал, что такого понятия, как лево и право, нет, и выбирать нужно только между вверх и вниз. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил об этой речи, подчеркнул, что сейчас у мира есть шанс к развитию вверх. Это как раз и есть та победа над злом, которую возродил Путин. Давайте послушаем прямую речь и вернемся к обсуждению. Сейчас у мира есть шанс для развития вверх. И только нам выбирать, по какому пути мы пойдем. Украина прокладывает путь победы над всемирным злом. Мы сделали свой выбор. Рейган победил империю зла. Путин возродил новое зло. Мы должны победить его вместе, совместными усилиями. Андрей Ермак, руководитель офиса президента Украины, в Телеграм. Вот мы с вами говорили много о том, что же объединяют вот эти страны, которые сейчас пытаются противопоставить себя цивилизацией, развитию гармоничному человечеству. А вот что может объединить всех нас, тех, кого не устраивает, что на планете образовалось формирование, которое формирует новое зло и новые очки нестабильности уже по всему миру? Вот здесь как раз ключевая фраза по поводу движения вверх. Главное, чтобы все это не происходило в стилистике фильма «Don't look up», помните? «Не смотри наверх». Когда летела комета, метеорит, и ученые говорили о том, что этот метеорит уничтожит Землю, а им никто не верил. И тогда как раз политики призывали «Не смотрите наверх». Мне кажется, сейчас должна появиться просто политическая воля. Все возможности есть. Ради чего объединяться, совершенно понятно. Кто является врагом прогресса и демократии, тоже понятно. Должна быть политическая воля, чтобы политики не говорили «Don't look up», а чтобы политики проявили эту политическую волю и наконец-то начали принимать правильные решения. Тем более, что мы понимаем, что на самом-то деле угроза сверху, что называется, может быть. Тем более, опять же, если брать во внимание сотрудничество Москвы и Тегерана, например, те же Шахеды и другое сотрудничество, обогащение Урана, например. Вот это все может сейчас как-то тоже повлиять на развитие вот этой оси зла, на развитие сотрудничества Москвы с тем же Пхеньяном в дальнейшем? Ну, очевидно, речь об этом идет. Как раз Путин сегодня создает очередные проблемы для Запада, чтобы отвлечь как раз от войны с Украиной. Потому что, ну, я понимаю, конечно, что для Украины эта война является главной в повестке. Но надо понимать, что для Америки, для Европы, гораздо опаснее появление ядерного оружия у того же Ирана. Потому что еще как-то с Россией они считают, что могут договориться, а уж там с террористами, или, по крайней мере, теми, кто финансирует терроризм, договориться практически невозможно. И Путин, создавая эти риски, создавая и шантажируя распространением ядерного оружия, видимо, создает себе новую переговорную позицию с Западом. И здесь самое главное как раз понимать, что какие-то компромиссы с Путиным сегодня будут Путиным восприниматься как слабость. Совершенно очевидно. Потому что если Запад, так сказать, начнет вести какие-либо переговоры и начнет уступать, значит, завтра Путин будет требовать намного большего. И как мы знаем, что он слово на свое совершенно не держит. Поэтому здесь в данном случае, выбирая, что потерять честь или позор, если ты выбираешь потери чести или безопасности, точнее, ты теряешь, так сказать, и честь, и безопасность. Все вместе. Поэтому здесь должна быть жесткая позиция и политическая воля для того, чтобы действительно эффективно бороться с такими режимами. И опять же мы видим, что Путин, что называется, не по-человечески, к тем же переговорам пытался все это время склонить. Мы видели этот шантаж, мы видели вот эти принуждения. Мы видим, что вообще эти переговоры как раз и все нацелены на то, чтобы все было по условиям в интересах Москвы. И вот сейчас опять Владимир Путин попытается использовать против Украины. Но теперь же последствия войны между Израилем и Хамасом. Он надеется, что расширение конфликта на Ближнем Востоке уменьшит поток боеприпасов для ВСУ и отвлечет внимание партнеров Украины от попыток наступления армии РФ. Пишет об этом за иконами. Место издания подчеркивает, что поведение и заявление главы Кремля после атаки Хамас доказывают две вещи. Отдаление России от Израиля и попытки РФ воспользоваться атакой на него, чтобы подорвать Запад. Давайте послушаем цитату и вернемся к обсуждению. В Кремле надеются, что нападение на Израиль подорвет возможности США помогать Украине. Также атака Хамас уже послужила интересом Ирана и России тем, что из-за вспышки войны было отложено на неопределенный срок давно обсуждаемое мирное соглашение между Израилем и Саудовской Аравией, для достижения которого США потратили много времени и усилий. Кроме того, одним из желаемых последствий для Путина является скачок цен на нефть и газ. Он помог бы больным экономикам как России, так и Ирана, которые испытывают значительное давление санкций. В частности, подорожание сырья обеспечило бы дополнительные деньги РФ для финансирования ее войны против Украины. Из статьи The Economist. Кстати, Китай, как и Россия, будет рад видеть, что Соединенные Штаты увязли, так сказать, на Ближнем Востоке, потому что это позволит КНР поставить под сомнение их авторитет, подчеркивает тот же The Economist. Напоминает, что в начале года Китай уже приложил усилия для сближения между Ираном и Саудовской Аравией в надежде подорвать мировой порядок, в котором ведущую роль играют США. Мы сейчас уже услышали не одно заявление, уже достаточно времени прошло. Я думаю, чтобы сделать выводы, стоила ли игра свеч, удастся ли Путину провернуть вот этот план по срыву помощи Украине. Ну, как мы видим, уже с этим возникли проблемы, несмотря на то, что администрация Байдена предложила увязать в одном пакете помощь Израиля и Украине. Сейчас уже речь идет о том, что будет два разных пакета. Я не думаю, что Путину удастся каким-то образом поставить крест на помощь Запада Украине, но мы видим, что сегодня много удалось, по крайней мере, сегодня первая полоса мировых газет – это не война в Украине, а это конфликт как раз в Израиле и секторе газа. И в этом смысле, конечно, Путин является очевидным бенефициаром этой войны, новой войны, или там, как это можно сказать, наземной операции Израиля, хотя они отвергают, что это именно так называется. Во-первых, вы правильно сказали, цены растут на нефть, а это значит, что Путин получает в бюджет больше денег, которые он может потратить на войну, каждый год он тратит порядка 100 миллиардов долларов, нужно понимать, это примерно столько, сколько Украина за полтора года получила от западных стран. И российская экономика, она, считайте, не на 100, конечно, процентов, но самый главный источник доходов – это продажи даже не газа, а именно нефти. Поэтому повышение цен на нефть дают Путину больше денег, а новая война или конфликт, как угодно можно называть, на Ближнем Востоке, конечно же, отвлекает внимание и даже грозит тем, что он будет отвлекать финансы от помощи Украине. Здесь, да, эти риски нужно понимать, и это как бы меня тоже тревожит. Ну, будем следить за развитием ситуации, как бы там ни было, мы уже увидели позицию мирового сообщества, позицию украинских партнеров, и помощь продолжается. Дмитрий, вам спасибо за то, что к нам присоединились. Дмитрий Гудков, напомню, российский оппозиционный политик с нами был на связи. Говорили мы о формировании так называемой оси зла. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.